Телеканал Юрген, Воркута. Еще одна трагедия произошла в ночь суббота на воскресенье в Сыктывкаре. На стройплощадке по улице Южной при взрыве газа погибло 6 человек. Это рабочие компании город. Все они жители республики. Подробности в репортаже Виктора Прокшева. Одноэтажное здание, койки в два уровня, нет окон, одна дверь и практически никаких шансов на выживание. После дамбуления пожар при нем распространялся слева направо. Место возгорания именно здесь. Баллон с газом стоял возле единственного входа. Там же и отопительный котел. Егора Карманова взрывной волной выбросила на улицу. В этот момент как раз выходил в туалет. На улицу? Да. Туалет на улице был? Да. Что-то видели, когда выходили в туалет? Когда выходил, один баллон выпал. А баллон упал и взорвался? Да. Был хлопок какой-то? Да. По его словам, вечером после трудового дня дружная бригада отдыхала и естественно выпивала. В этот момент и произошла утечка газа. Небольшая искра и взрыв. Никто и подумать не мог, что бытовка станет смертельной ловушкой. Как каменьшин в мешок. Ну вы представляете, вот спичечный коробок представьте, да? Один вход туда и все остальное. Если в торец здания уйти, то оттуда не выйдете, потому что путь отрезан огнем и плотным задымлением. Оно моментально распространилось по помещению. Спальные места как раз и находились в торце здания. Тем, кого не оглушил хлопок, удалось покинуть помещение. Остальные отравились угарным газом. Обычное разгильдяйство. Если смотреть с точки зрения нравственности. Но с точки зрения права, здесь преступление. Мы возбудили уголовное дело по статье 109, части 3. Как причинение смерти пронесторожительства нескольким лицам. По словам рабочих, все они приехали в Сыктывкар из сельских районов. Никаких трудовых договоров компания «Город» с людьми не заключила. Уже неделю строители жили вот в этом подсобном помещении. Сейчас можно сказать, что прокуратуре города Сыктывкара предстоит выяснить, почему со всеми погибшими при пожаре не были заключены трудовые договоры. Кроме того, прокуратуре предстоит выяснить, почему работодатель не обеспечил надлежащие условия для проживания, которые бы соответствовали всем требованиям безопасности. Представители строительной компании с нами разговаривать отказались. В офисе фирмы «Город» уже проведены обыски. В ближайшее время будут установлены виновные в трагедии.